Год близится к концу, но и за оставшиеся дни в сводках о ДТП возможно еще не раз появится новость о гибели пассажиров и водителей. Машины в смятку гибнут семьями. Буквально накануне на автотрассе Бишкек-Туругард в результате аварии погибло 4 человека. А незадолго до этого по дороге Бишкек-Ош при лобовом столкновении минивэна с газовозом погибло четверо мужчин, три женщины и шестимесячный ребенок. То есть все пассажиры такси. Число погибших в ДТП на дорогах Кыргызстана превысило уже 800 человек. Всего за 11 месяцев по республике произошло около 6000 дорожно-транспортных происшествий. 219 человек погибло, более 3000 получили увеча. На остальных 70% инспекторы почему-то внимания не заостряют и планомерно продвигают запрет на использование праворуких автомобилей в качестве такси на два года раньше, чем планировалось. В результате ДТП чаще ДТП очень сплошенны. Погибают люди моментально. Понимаете? А с левосеровным рулем автомобиля, когда ДТП совершается, там получается больше просто увечий получается, погибших меньше. А с правов с рулем получается погибших больше, увечий тоже больше. Отслеживать стихийные точки таксистов патрульной милиции планируют при помощи камер наружного видеонаблюдения. Первый штраф за коммерческий извоз на праворульных авто после введения запрета 2000 сомов. При повторном нарушении материала дела будут направляться в суд. Правонарушителя ожидает лишения водительских прав сроком на полгода. В Союзе водители считают, что при 70 процентах праворульных авто. В бишкекских таксопарках введение запрета с 1 января просто невозможно. И однозначно утверждают, что в смертельных авариях на дорогах все-таки больше виновата не расположение руля, а водительский стаж и ответственность самих водителей. В погоне за прибылью многие из них, не отдохнув как следует, выезжают в рейс, пытаясь взбодрить себя за счет энергетических напитков. Однако умный или он же безопасный город до сих пор не реализован. Уже это вызывает у водителей опаску и недоверие к инспекторам в этом вопросе. Идет прямая дорога коррупции, так считаю. Потому что я могу ездить на правой машине, ездить с родственниками, с семьей куда-то, а потом сотрудник мой может остановиться и скажет, вывозите такси. А как он докажет, что я вожу пассажиров? Вот здесь вот этот самый механизм так как-то не разработан. Как это будет на жизнь осуществляться? Частным извозом Акджолтой Маментканов занимается с 2007 года. Всего за рулем уже более 30 лет. По маршруту Бишкек-Токмак, по его словам, курсирует более 30 машин, 85% из которых с правым расположением руля. У многих из них этот автомобиль единственное средство к существованию. 80% водителей, которые в Токмак, Бишкек ездят, я знаю, что платят кредиты. Вот если уберут, как они будут платить свою семью, как они будут кормить, об этом надо думать прежде всего. Обязательно, я думаю, эту службу такси надо лицензировать. И водительский стаж не менее пяти лет должен быть, чтобы возить пассажиров. Сейчас законопроект о введении запрета на использование праворульных автомобилей в коммерческих целях проходит проверку в правительстве. После этого документ должен поступить на рассмотрение парламента. Бутыса, Бакит Кушалиев, НТС.